здравствуйте уважаемые друзья сегодня я посвящаю фильм буду отвечать на ваши вопросы те которые вы мне задавали неоднократно и заодно покажу вам за увеличительные очки для вязания значит зачастую у нас есть вот ступки которые есть больше меньше это вот миниатюрненькая ступочка но во всех ступках которые вот имеются здесь внутри есть про . выборка для того чтобы мех наш опускался дальше поэтому когда вот у меня спрашивал николай алексей и ряд друзей вам попадалось вот такая ступка с тремя разными вот такими колпачками это совсем немножечко другой принцип работы ступки такой же как вот как я делал из двух гильз охотничьих у нас получается как я в принципе то не стал уже здесь растачивать для себя потому что я крайне редко пользуюсь этой ступкой но пользуюсь мне удобно вставил мех и потом я спокойненько вот по тарахтел пальцем открывая аккуратно так чтобы не коснулась гильза моего меха и потом уже беру отсюда мех то есть вот этот принцип который вот в моей гильзе точно также и показан вот в этом наборе значит меньше больше и еще больше для чего это сделано для того чтобы когда вы используете или же коротко шерстный мех более длинный или же допустим мех с хвоста оленя или лося у которого или кабана у него значительно длиннее нам остается только лишь что подобрать под свой мех этот колпачок в котором будет хорошо выравниваться и так же видите он имеет небольшой люфт вставили необходимое количество и вот надо постучать или же как я обычно делаю я постукиваю вот так вот пальцем за счет этого идет вибрация и мех наш выравнивается но вытаскивать нужно перевернули придерживаем и аккуратненько вот так вот вытаскиваем колпачок тогда только лишь мы наш мех сможем спокойненько отсюда вот взять пальцами а так принципе это достаточно хорошая ступка универсальная ну учитывая то что я могу сам выточить поэтому меня больших проблем нет это вот для меня изготавливал мой друг я уже неоднократно вам показывал вот я разные вот такие переходники подходящие по диаметру как вы видите то здесь у меня вот еще больше это вот родная его которая стоит поэтому я стараюсь приспособить все что можно вплоть до того что даже можно обыкновенную пробирку которую используют для анализов все 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 возможно использовать для выравнивания меха теперь если вдруг по каким-либо причинам что-то я упустил вы потом мне я вам напишу переходим к маркерам значит друзья у меня зачастую спрашивают возможно ли скажу возможно но возможно заменить только лишь на спиртовые маркеры скажу сразу вот это тимковский достаточно дорогой принципе то можно купить 4 пачки вот таких фломастеров в четыре раза больше чем его один вот такой но учитывая то что здесь у него достаточно хорошего такая особенность он тоньше и здесь вот пошире для удобства это олива но все другие цвета которые вот у нас попадаются мы можем подменить а именно как я показывал попробую вот показать это хорошая фирма продаются к сожалению только лишь четырех цветов вернее трех цветов это вот черный да четырех цветов черный зеленый вот такого вот оттенка но он даже не зеленый он ближе такой к зеленке коричневый и красный к сожалению что либо придумать с этими цветами невозможно не смешивать не перемешивать поэтому они работают достаточно хорошо как я вам уже показывал надпись произведена вот таким фломастером хранится у меня уже лет наверное пять на полиэтилене никуда не высыхает вот очень хорошее теперь ну как я уже сказал можно и использовать и такие потому что нитку когда мы подкрашиваем желательно или большое количество допустим меха то желательно использовать маркер чтобы был пожирнее это что касается этого маркеров и обратите внимание вот перед вами это индийской фирмы фломастеры в наборе которые идут разная цветовая гамма у меня просто я не буду бегать сейчас подбирать какой нужен вот они у меня разные по оттенкам эти еще выдерживают допустим вот такой лак который выполнен ну будем говорить так на полиэфирной основе или более по-простому может быть или на спиртовой основе денатурат который немножечко разъедает теперь я когда пробовал с разными вот такой у меня имеется достаточно симпатичный красивый оттенок но при попадании спирта сразу становится у меня меняет оттенок на красный или оранжевый поэтому я бы посоветовал что если вы работаете с эбоксидной смолой можно использовать все маркеры но если вы используетесь лаком каким-либо другим пробуйте чтобы у вас не вышел из строя ваш оттенок и не испортилась мушка по маркерам я вам уже рассказал теперь что касается лака зачастую вы спрашиваете можно можно значит я зачастую беру просто вот допустим как у меня по остаткам это даже не черный тот лак который здесь его уже давным-давно нет просто остался пузыречек так вот что я взял про экспериментировал и зачастую бывает так что когда лак у меня подсыхает я его разбавляю специальным растворителем о растворителях я потом расскажу вам отдельно потому что все нужно пробовать все зависит от производителя всех этих лаков и я взял буквально немножечко добавил своего бессветного лака и взял ампулку гелевую обыкновенную ампулку вот которая с обыкновенным вот таким вот черным оттенком которая пишет цветом и спокойненько выдавил их здесь 4-5 по моему штук я уже не помню совсем немножечко и у меня ну не скажу что насыщенно черный но фиолетового такого оттенка темный-темный темный потому что зачастую вот как вы видите я в своих фильмах я использую нитку вот она вам вроде бы кажется как черная а на самом деле она фиолетовая поэтому нагромождение вот нитки так же как и этого лака дают чисто черный вот такой хороший у нас цвет ну в крайнем случае можно черным маркером потом подкрасить как я тоже иногда делаю это что касается лаков ступок маркеров я вам рассказал теперь за очки для вязания вы неоднократно у меня задавали ну бесконечное множество вопросов значит что касается очков как каждый человек который вяжет или занимается мелкой такой работой неоднозначно но я утверждаю что тратит свое зрение оно садится за счет этого всех напряжений и ну довольно таки трудоемкая тяжелая работа поэтому как у меня очень насыщенная работа то очень сильно начало садиться зрение я подошел очень скептически так будем настроен сперва был но потом попробовал и все таки я решил значит я использую если работа составляет где-то 10-15 минут можно использовать всевозможные приспособления которые у вас есть вплоть до того что очки которые ну вот обыкновенные очки которые являются там несколько сильнее на 10-15 минут вы не попортите свое зрение но если у вас работа длится значительно дольше будем говорить так в районе получаса и больше вам необходимо использовать специальные очки или использовать очки и вот у нас продаются вот такие разные линзы в зависимости от их величины естественно диоптрий столько будет стоить наша линза значит я использую и такие линзы у меня отдельный штатив я устанавливаю перед своим допустим станком и изготавливаю очень-очень мелкие если у меня допустим нет желания возиться или у вас нет желания я же не как-то подарил для рукоделия продаются вот такие наборы достаточно вернее приспособление достаточно удобное оно одевается на шею крепится здесь на груди это для вышивки поэтому вы можете для себя подтянуть как вам удобно оно упирается в лапки и очень удобно использовать при вязании но учитывая то что у меня и камера и станок и все остальное находится на расстоянии буквально 10-15 сантиметров плюс к тому же эта лампочка галогеновая автомобильная сжарит как хорошее солнце поэтому мне желательно чтобы была более-менее хорошая вентиляция моей оптики чтобы она не потела значит еще можно вот продаются как вы можете догадаться это вот такая вот лампа с увеличительной линзой хотите используйте как лампу повернули используйте как линзу то есть приспособлений больше чем достаточно но учитывая то что я еще в юные годы да и по сей момент занимаюсь радиотворчеством радиолюбительством мной были куплены наверное лет двадцать назад вот такие очки которые к сожалению уже со временем если вы можете заметить вот это уже не убирается уже такие раковины что мне неудобно работать плюс к тому же очки плохо вентилируются и в жаркую погоду да и под лампой очень неудобно работать дискомфортно ну и опять же я из этих диоптрий уже вырос а так достаточно хорошее удобное если вам попадутся именно для работы то желательно не зацикливаться вот на таком варианте а я вам покажу это не реклама просто я уже это проверил я долго присматривался очень долго выбирал слушал отзывы и приобрел себе вот такой набор очки ну фонарик понятное дело это когда вы занимаетесь там электропроводкой или ремонтом радиоаппаратуры это удобно а так у нас освещение без этого достаточно хорошее что меня подкупило ну скажу сразу во первых 4 варианта крепления линзы я сам подбираю для себя как мне напрягать глаза в зависимости от того что я буду делать в этом варианте у меня или же 3,5 или 4 4,2 или 4,5 но что здесь хорошо здесь стоит стекло в этих очках находится ну будем говорить так высокополимерный пластик который хорошо очищен и подготовлен ну я попробовал скажу вам сразу что в зависимости от тех очков я одел на 2,5 и спокойно работаю а там 4,5 поле больше плюс к тому же по диоптриям у меня немножечко увеличилось расстояние и мне не надо возле станка клевать носом ну и что самое главное друзья мои это вот у нас появился достаточно хороший коробок в котором можно хранить пакетики с даббингом крючки все что угодно я в частности так и использую всевозможные вот такие упаковочные коробочки в которых у меня хранится весь материал в комплекте к этим очкам еще идет вот такой коробочек вы уже очень много видели в интернете значит здесь что у нас имеется самая мелкая линза две линзы по 2,5 и это 3,8 или 3,5 поэтому вы можете делать всевозможное по диоптриям сочетание и у вас в зависимости от этого вы будете иметь разный угол и ну соответственно в простонародье разное увеличение теперь подойдем непосредственно вот к самим очкам как вы видите вот они открыты достаточно хорошо вентилироваться удобство в чем заключается что я могу спокойненько если мне не нужно я поднял очки у меня глаза не напрягаются а так получается мне эти очки надо или снимать или одевать достаточно удобно хорошо ну вот я в течение 10-12 дней скажу честно эксплуатировал и относился к ним так длительное время на глазах я не почувствовал какое-либо ухудшение очень хорошо и удобно комфортно работать поэтому вы для себя выберите допустим тот вариант который вам приемлем или лучше ну и понятное дело что это лампочка но я ее считайте не пользуюсь но это уже тот вариант который как вы для себя там электропроводка или еще что-то отремонтировать очень даже удобно пожалуй друзья мои и все что касается зажимов я уже рассказывал поэтому я просто только лишь вам покажу многие меня спрашивают какой лучше такой или такой скажу вам сразу не в качестве рекламы желательно конечно так чтобы вам было удобно работать естественно с вот такими площадочками брать зажим для пера ну если нет можно самому изготовить это тоже не проблематично поэтому главное чтобы перодержатель был качественно изготовлены сами губки имела достаточно хорошая плоскость и не травмировала наше перо или тот материал который мы используем для зажима что касается ножниц сейчас 3 секунды мы с вами затронем очень больной вопрос значит вот я не подготавливать для вас отвечаю на ваш вопрос как вы видите вот они у меня хранятся и там еще одни у меня ножницы которые есть вот гнутые вот у меня четверо ножниц которые у меня лежат и я ими не пользуюсь почему потому что я нашел одни вот такие наверное 70 какого-то года выпуска и как вы видите я их заточил и изготовил конкретно под свою работу так чтобы имели достаточно тоненькие у меня носик но толщину металла я не уменьшал так потому что как только вы уменьшите толщину металла достаточно сложно будет выполнять любой рез ножницы очень долго практически считайте каждодневная работа и режу практически все этими ножницами бумагу и проволока и допустим свинец они не садятся все другие вот которые и фирменные и не фирменные и достаточно фирменные которые импортные с специально зубчиками для того чтобы можно было резать мех вот я пользуюсь практически ну разными допустим ножницами как и иногда я вот применяю вот такие ножнички достаточно тоже удобные но я их тоже переделал под себя потому что те зазубринки которые были изначально предусмотрены для подстрижки меха ну немножко не то и по величине вы уже как вы видите можно подобрать для себя разные они не все как вы видите у меня конкретно именно для вязания мушек подберете по своим пальцам главное чтобы был достаточно хороший металл ну понятное дело что выбирайте хорошего производителя вот и все по моему дальше если вдруг какой-либо там у вас будет вопрос в частности вот меня друзья спрашивали это я иногда фильмах пользуюсь вот такой иголочкой дабинговая в ней ну камера не сможет передать я потом фильме покажу у нее идут конкретные насечки чем-то похоже на ту иглу которую стоматолог накручивать нерв и удаляет у нас и зуба то есть я мне очень удобно надрать необходимое количество дабинга также есть и ну вот такой американский вариант тоже распушить поэтому можно сильно не забивать голову это когда-то была механическая электрощетка я спокойненько ее использую тоже для начеса дабинга как и другую более крупнее зубную щетку вот по-моему я на ваши вопросы ответил почти все давайте если какие будут что упустил я постараюсь в следующем фильме вам дополнить благодарю вас за внимание до скорых встреч